Дело оборонсервиса пополнилось 10 эпизодом. Как стало известно газете Коммерсант, в 2011 году должностные лица Минобороны продали по заниженной цене здание ОАО Объединенный комбинат бытового обслуживания Ленинградского военного округа на Веденском канале в Петербурге. По мнению следствия, его стоимость была занижена на 31 миллион рублей. Напомним, по делу, связанному с хищениями в Министерстве обороны, уже задержано несколько крупных экс-чиновников и коммерсантов. А самым громким фигурантом стала бывший начальник Департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева. Самое массовое крещенское купание, номинированное на попадание в Книгу рекордов России, сегодня проходит у Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Если за 6 часов купания в студеную воду опустится больше тысячи человек, мероприятие и вправду войдет в историю. Предыдущий подобный рекорд был установлен в Московской области. Тогда в купель опустились около 900 человек. Ну а сегодня в Петербурге, несмотря на 20-градусный мороз, очередь из желающих окунуться в святую воду только увеличивается. Вот эти деревянные конструкции не позволят купающимся уйти под лед. Безопасность обеспечивает также грунтовая насыпь. Хорошо, очень. Только ждать долго и холодно как-то было. Первый раз скупалась, мне очень понравилось. Но на самом деле, сходите тоже скупайтесь, вам понравится. Главное зайти и быстро выйти. Думаешь, выйти быстрее. Заслуженная артистка России Галина Бакашевская сегодня победила свои страхи уже во второй раз в жизни. По словам актрисы, привыкнуть к этому обряду все же не выйдет. И каждое купание будет как первое. Температура воды такая, что она обжигает. Вот как будто ты получаешь ожог. Наоборот, сильный ожог. Он тебя полностью сковывает. И поэтому, наверное, я поняла, что нужно быстрее с головой окунуться. Врачи предупреждают. Не всем стоит лезть в ледяную воду. Даже на крещение. Окунаться в Иордань могут люди с крепким здоровьем. Впрочем, тех, кто все же решился на купание, ждут на берегу теплые палатки и чай. Очень хорошо. Евгения Малышко, Эльвира Амбрасовская, Валерий Голубев. Новости. Петербург. Искусство или провокация? Михаила Петровского накануне вновь спрашивали о скандальной выставке братьев Чепман в Эрмитаже. Речь об этом зашла на лекции, которую директор главного российского музея прочитал в одной из петербургских галерей. Когда Петровскому задавали вопросы, молодой человек из зала во весь голос обвинил директора Эрмитажа в некомпетентности. Дослушать лекцию до конца разгоряченному мужчине все-таки дали. Но о резке и заявлении в свой адрес и адрес Эрмитажа Петровский тут же прокомментировал. По поводу Лолиты директор Эрмитажа заметил, что приплетать настоящее казачество к этой истории ни в коем случае не стоит. А также посоветовал всем заниматься своим делом. Редактор субтитров А.Семкин